Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В сети активно обсуждают информацию, которую я не могу никак подтвердить и опровергнуть, но тем не менее дыма без огня не бывает. Очень много и новостных каналов, и очень много газет разных публикует информацию о том, что Алсу на грани развода с мужем, значит, с Яном Абрамовым. Почему? Почему? Ситуация сложилась из-за голоса «Дети», якобы Алсу, она говорит о том, что она совершенно была не в курсе того, что, значит, муж делал с накруткой голосов за дочь, и ситуация дошла до того, что тогда, когда, значит, она поняла, что первый канал инициировал проверку, и группа Айби выявила накрутку голосов. Значит, она взяла детей и уехала из страны. Дело все в том, что участвовал участник из Казахстана Иржан Максим, и, насколько мне известно, люди пишут, что голоса за Иржана Максима из Казахстана, они вообще не проходили. И дело все в том еще, что вмешался в ситуацию бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Значит, он пообещал разобраться в этой ситуации с тем, что Иржан Максим не занял первое место, и, значит, накрутили голоса. И, насколько сообщают новостные каналы, сообщают о том, что он, значит, всеми способами содействовал тому, чтобы связи с мужем Алсу, предпринимательские связи, были оборваны казахами. И это очень сильно ударило по предпринимательской деятельности мужа Алсу. Также он пристально следил за развитием расследования. Он звонил Эрнсту по этому поводу. Но это довольно влиятельный человек Назарбаев, надо понимать, да? Он, значит, очень долгое время президентом был Казахстана. Это еще с Ельцинской эпохи человек. И он очень уважаемый человек, действительно. И все дело в том, что Алсу сейчас говорит, что она не в курсе была совершенно этой ситуации. Она не имеет к ней никакого отношения. И, значит, все это было сделано за ее спиной. Значит, все это было сделано за ее спиной. И вся эта ситуация, она выходит из-под контроля и грозит. В том числе, якобы она устроила скандал мужу. И все это грозит тем, что идет трещина семейная. В том смысле, что вот это все вылилось настолько, что Алсу сняли с голубого огонька на Новый год, который будет. Ее снимает Сефиров на Первом канале, где нужно там петь в концертах. Да, вот она у Малахова только побывала еще до объявления результатов того, что была накрутка. Значит, отменяют какие-то концерты, которые должны были быть. То есть, она столкнулась с явлением таким, как ненависть российского народа. И вот она говорит о том, что она была совершенно не в курсе. Это все было сделано за ее спиной. И она всегда желала и желает счастья и победы всем деткам. И болела она за всех деток, на самом деле. От чистого сердца. Я не знаю, ребят, я только пересказываю то, что я на самом деле огромное количество новостных каналов вещают. Мы не можем на данный момент никак не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Но тем не менее, дыма без огня, как правило, как показывает практика, не бывает. Вот такие дела, мне кажется, вы знаете, что невозможно не знать. Ну невозможно не знать, мне кажется. Вот это мое мнение. Невозможно не знать. Если это делается, ты все знаешь о своих детях. И когда это делается, мне кажется, ты тоже знаешь. Ребят, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И как вы считаете, на самом деле, знала она или нет. Справедливо это, что отменяют концерты, что вырезают из эфиров. Для этого ли она говорит, чтобы вернуть себе какое-то расположение народа и возможность выступать дальше на сцене или нет. Как вы считаете? Всем пока, ребята. До встречи.